друзья всем доброго здравия с вами тихий уголок в нашей деревне по-прежнему сыра иногда сыпет мелкий дождик но мы не расстраиваемся по поводу этого обещанный обзор нашего урожая как вы помните мы весной сажали техникой ну какой техника ну допустим картошку мы сажали картофеля сажалкой а вот допустим морковь лука чернушку свеклу кукурузу мы сажали ручной сейлкой вот как сейчас вы увидите вот такой вот ручной сейлка мы сажали и у нас с женой был спор какой будет урожай осенью правильно ли мы угадали размер диаметра отверстия для того чтобы посадить этот урожай и сейчас соответственно я вам покажу но для начала значит у нас еще кое-что осталось на огороде смотрите как видите это наша капуста капуста офигенные качаники это что была такая шикарная подстрижка были сильно обломаны листочки ничего страшного все это отрастает все это растет и сейчас как раз дождик сыпет как раз для того чтобы зрели эти качаники этот поменьше тугой хороший это вот такой большой качаник видите некоторые попадали потому что после засухи когда пошли дождики соответственно не выдерживает уже наличие самих кочанов вот такой это огромный что я только могу сказать что такая капуста только у меня и ранее было в колхозе но это естественно не так соответственно есть у вас у друзей такая же капусточка я думаю и неплохая так что вам хороших еще урожая капусты сбор его будем производить когда стукнет как говорится первый мороз мы его специально сажали то капуста вот вдоль дорожки для того чтобы даже вспыхать томат огород а у нас уже капуста как бы нам не мешает в общем будем держать ее до поздней осени и свекла еще у нас свекла кормовая тоже часть мы убрали и часть еще осталось ну плеть еще не успели выдернуть помидорные но это потом это все успеется все это сделается и еще у нас цветная капуста просто шикарно прет когда она там будет с нее урожай я не знаю но часть я уже выдернул просто отдал курам так что он вот такой вот у нас остаток здесь на огороде как как еще не показать еще что у нас имеем мы это наш супермаркет как вы помните дверь здесь уже мы закрываем иногда окошко мы регулируем здесь посмотрите что творится цветет завязывается и даже падают не заходили вот сюда несколько дней мы здесь часть помидор зреет видите какая красота какие экземпляры висят вот это да шикарные шикарные экземпляры что здесь что там вообще замечательные вот запрятался помидорик такой хороший так что народе помидор нет а в нашем тепличном супермаркете по прежнему как говорится цветет и пахнет и как еще не пропустить огурчики огурчики ребят кушаем огурчики посмотрите что делается посмотрите конец сентября а мы имеем такие шикарные огурчики красота красота ребят смотрите какой огурчик и здесь вот это да и завязи еще есть здесь здесь висит прекрасной завязи вообще конечно много пустоцвета но ничего страшного вот еще один обзорчик нашего тепличного супермаркета поехали дальше смотреть то что мы вырастили на огороде и складировали в наш погреб как я уже говорил у нас подвала нет у нас погреб ну вот друзья подходим мы в наш погреб так называемый но мы это называем закрома закрома нашего тихого уголка есть закрома родины естественно там и там неприкосновенность там есть кому до нас короче там поделить все что надо и если что подороже продадут там опять народ уже а это закрома тихого уголка и сейчас я вам покажу вот такой погреб мне пришлось его немножко переделывать здесь кирпичную кладку еще делал меня отец с братом а вот уже сама настил здесь бетонный и сам верхняя часть это мне пришлось самому же переделывать как видите в самом начале здесь у нас свекла находится кормовая свекла которую мы вырастили на нашем огороде и часть еще у нас там осталось здесь у нас мелкая картошка это для весны оставлено специально несколько здесь вот у кулу . мы называем уклонки это значит в мешке когда два ведра называется уклонок но у вас может быть по-другому это называют вот примерно оставлено здесь около 8 видео рачек для того чтобы весной скормить значит молодняк это когда пойдут цыплята уже такие хорошие подроще мы будем отваривать им вот эту мелкую картошку здесь собрано яблочки с наших яблонь вот мы здесь храним морковь мы вам уже показывали это полностью здесь две тачки моркови здесь у нас значит не помню точно сколько ведерочек у нас семенной картошки специально отобрана в ящика все это находится крупная картошка крупная картошка нам этого хватит этого достаточно свекла столовая варенка видите огромные энцепляры просто огромные забирая и опять поворачиваемся мы и свекла у нас кормовая так что друзья вот такой обзор нашего подвальчика обычно кирпичные стены здесь все сухо вообще все четко перекрытие свет у меня здесь проведем и также значит пол здесь не земляной забетонирован и песок у меня песочек здесь специально насыпан для того чтобы хранить и свеклу и картофель немножко и морковь именно пересыпая немножко песочком вот так мы храним наш урожай это закрома тихого уголка но это еще не все оставайтесь с нами смотрите дальше мы находимся курятники вторая часть отделения курятника там где у нас складировано все необходимое садовый инвентарь здесь и прочее такое дело вот у нас находится здесь мельница а вот здесь я вот хотел показать вам находится у нас кукуруза которую мы собрали с нашего огорода здесь три тачки это также будет скармливаться курочкам в процессе вот их кормления это тоже урожай который мы собрали на нашем участке так открываем еще одну дверь и видите здесь урожай тыквы а здесь вот около дома вот находится урожай кабачков это мы все скармливаем курочкам и тыквы и и кабачки и еще у нас урожаю вот таких вот свежих помидор большое спасибо кто оставлял комментарий после того как стукнул вас первый мороз побил плети все как бы писали что можно снять помидоры и положить их укромное место что мы и сделали положили в ящичках и здесь они нас зреют и мы их постепенно кушаем но это вот лестница поднимаемся мы на второй этаж сейчас будет не обзор второго этажа он там уже имеется у меня на моем канальчике так что он видите на втором этаже имеется потаная дверь такая спрятана за картина открываем ее включаем свет и мы здесь видим ящики такие вот специально зеленые видите светлый лук сеянец красный лук сеянец крупный лук один ящик второй ящик третий ящик еще один сорт лука здесь чеснок чеснок обычно говорят лукин брат 6 ног дайте мне пожалуйста 66 ног да нет у нас никаких ног 6 ног дайте мне пожалуйста лукин брат так вот это чеснок и здесь еще вот будет на посадку всякие там остатки у нас мелких этих самых лука специально отобраны для посадки так что вот так вот друзья за потайной дверью на чердаке у меня хранится здесь лук проверен уже способ лук хранится и очень хорошо надеюсь и в этом году также будет сохраниться до самого лета спасибо всем за просмотр удачи ставьте лайки подписывайтесь и до новых встреч пока пока до новых встреч пока до новых встреч пока до новых встреч пока Продолжение следует...